МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. И вам, Аурика Георгиевна, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас приветствовать. Депутат Полударского областного Маслихата. А сколько лет вы уже народный избранник? Ну, я была еще депутатом городского Маслихата 6-го созыва, а теперь депутат областного Маслихата 7-го созыва. 7-го созыва. Что ж, скажите мне, пожалуйста, подтянуло вас? Это мы миллион раз повторяем. Эта должность не оплачивается, нужна душа, нужно желание. Что у вас такое проснуло, что захотелось пойти в депутат? Ну, я очень люблю людей. У меня, наверное, может быть не скромно то, что я скажу, что доброе сердце. И мне хочется что-то сделать такое важное, чтобы обо мне запомнили, хорошо говорили. Ну, еще хочется оставить своим детям мирное государство, чтобы был красивый город. В принципе, в себе силы чувствую, что я могу быть полезной людям. Поэтому я и приняла такое решение выдвигать свою кандидатуру в депутат. Ну, и электорат избирателей поддержали. Вот уже, пожалуйста, с городского областного слегка Таурика Георгиевна перешла, и депутат сегодня комиссии по аграрным вопросам, насколько я помню. По аграрным вопросам. Первое, что хотел спросить, буквально неделю, можно сказать, назад, в прошлую среду глава государства посетил Павлодарскую область с официальным визитом. И я тоже был в городском дворце культуры, вы там тоже присутствовали. Обращение, поручение определенное дал Касым Жумарт Токаев. Что бы вы сегодня отметили, что для вас самого важного было произнесено там? Ну, мне очень приятно, что президент нашей страны посетил наш регион, и его доклад звучал как будто от жителя нашего города. То есть Касым Жумарт Кемелич знает все вопросы, которые актуальны сегодня в регионе. И когда озвучивал красивую набережную, это понятно, когда озвучил известных людей Павлодарской области, это тоже понятно. Но когда было сказано о ливневой системе второго Павлодара, конечно, это было, как молодежь говорит, это было круто. Это та проблема, которая на протяжении многих лет не решается. И когда президент с высокой трибуны дал поручение правительству и региону устранить, поработать над этой проблемой, это, конечно, много значит. И в принципе, я думаю, что все жители нашей Павлодарской области по-другому посмотрели на нашего президента. Но были озвучены другие проблемы, которые нас волнуют. Это экология, которая сегодня в нашем регионе на третьем месте мы по выбросам. То есть тоже президент дал поручение поработать. Еще мне очень сильно понравилась проблема, что касается гнуса. Мы знаем, что у нас весной начинаются комары, мошки, и люди все страдают. В этом году, благодаря нашему руководству региона, мы видели, что в городе не было. Но за пределы города, как я член аграрной комиссии, выезжала. И мы видели, что там, конечно, эта проблема существует, и она критичная. И когда президент сказал, что сегодня нужно приступить к решению этого вопроса, найти проблемы и пути решения этого вопроса, это очень правильно. Потому что уже перед битвой кулаками не машут. Сегодня есть очень много средств. Сегодня наука уже впереди. То есть я думаю, что до весны наш глава региона найдет пути решения, как справиться. Потому что мы уже поняли, что этот вопрос можно решить. В этом году все спокойно, красиво отдыхали. Это безусловно, да. На набережной купались. А если вернуться два года назад и вспомнить, то есть все в этих масках ходили, в этих шапочках. Либо вообще не выходили. Или вообще не выходили. То есть все думали, как уехать куда-то и отдохнуть летом. А этим летом мы все отдыхали у себя. И вот вернемся к тому, что президент озвучил еще проблему туризма. И сегодня мы видели, что если не было мошек и комаров, люди отдыхали у себя в регионе. И таким же образом мы можем привлечь еще иностранцев к нам. А хочу поделиться таким примером, что три года назад ко мне приезжали гости на мой день рождения из других стран мира. И когда они переступили трап самолета, приземлились на тот момент в Астане, они поняли, что такое Казахстан. Почему-то в Казахстане всегда какое-то исковерканное видение где-то за рубежом. И после этого они сказали, что Казахстан это уникальная страна. Здесь очень добрые люди, здесь очень гостеприимные люди. И мы бы хотели сюда вернуться и изучить эту страну. Понимаете? Ну, если у нас будут все условия для развития туризма, это будут хорошие гостиницы, хорошие набережные, хорошие условия для тех гостей, которые к нам, то, конечно, туристы к нам приедут. Потому что Казахстан это уникальная страна. Я всегда говорю, наш менталитет отличается от других стран тем, что мы очень дружелюбные, тем, что мы очень гостеприимные. И когда мои друзья накрывали стол для наших гостей, для них это было вообще большой шок. Потому что как это можно? Вот мы же приехали к тебе в гости, и теперь вот такой большой командой мы едем кому-то в гости. Поэтому туризм будет в Казахстане, я уверен. И это зависит в первую очередь не от главы региона, а от нас, предпринимателей. Вот как мы будем строить эту сферу туризма, развивать. Я думаю, что это будет у нас. Это недолгосрочная перспектива, считает наша. Нет, это перспектива и недолгосрочная. Мы уже видим, что в этом году Байнаул как сильно развивается. Сакральные места, насколько они стали знаменитыми, и все их посещают. Поэтому туризм, это в ближайшее будущее, это хорошие инвестиции будут в этом направлении. Безусловно, уверен тоже, дорогие зрители, глава государства также обратил внимание на наш гусиный перелет. Сегодня гостья программы депутат Паударского областного масляха Таури Кадяк. И тут же нужно понимать, да, это для туристов тоже зрелищно, потому что ведь единственный палеонтологический музей под открытым небом, по большому счету на планете, находится здесь, в городе Павлодаре у нас. Конкретные задачи, да, действительно поставлены. Я уверен, что глава нашего государства будет теперь следить за, как оно реализуется, собственно говоря. Обязательно, обязательно. Это безусловные вещи, ваша работа депутатская. Давайте проанализируем число обращений, как население стало жить. Прошлый год, к примеру, позапрошлый и сегодня. Больше, меньше ли обращений стало? Вы знаете, вот конкретно вот так, чтобы я сделал анализ по обращению, не могу сказать больше. В пандемии, конечно, обращений было меньше, потому что в тот момент очень активно помогало государство. И мы это прекрасно знаем. И может быть из-за того, что мы не настолько доступны были, то есть были депутаты, мы были онлайн, поэтому было, конечно, в пандемии меньше. Но сейчас уже, когда мы живем уже обычной жизнью, обращений стало больше. И они такие же... Бытовые? Бытовые, социальные. То есть, что можно сказать? Есть люди, которые думают о обществе, есть люди, которые думают только о себе, есть люди, которые переживают о детях. То есть, разные обращения. То есть, есть такие обращения, спилить дерево, детскую площадку облагородить. И хочу отметить, что в этом году в нашем городе было построено 150 детских площадок. Это первый раз, когда такой большой объем детских площадок было. И не только они построены, они нового поколения. Они без травм. То есть, дети, если не могут травмироваться, потому что нет острых углов, они все такие современные, красивые. И, в принципе, когда проезжаешь... Раньше мне казалось, что во дворах нету детей. А сейчас, когда на этих красивых площадках оказывается у нас только детей, и они с удовольствием играют на этих площадках, качаются, чем-то занимаются, спортом занимаются, потому что турникеты там. Это очень приятно. Приятно. Я хочу тоже, как сказать спасибо Акиму города за такую работу, потому что, когда я была депутатом городского Маслихата, перед нами стоял вопрос. 50 детских площадок. И кто казалось, много, да? Да. А тут 150, это, конечно. Это практически все значимые дворы уже охвачены. И охвачены уже качественно. То есть, так, что мы можем этим гордиться. Хочется и к народу обратиться и сказать, это уже ваши детские площадки. Вы уже должны понять, что вы должны их убирать, не мусорить. Это те площадки, которые сегодня играют ваши дети, а завтра будут играть ваши внуки, потому что это долгосрочный проект. Да, мы тоже неоднократно и показываем это, дорогие зрители, в своих сюжетах. Иногда действительно жалуются, вот она уже пришла в негодность. И мы видим, что это не какой-то технический при производстве брак. Это беречь нужно. Вот о чем говорят депутаты, я тоже поддерживаю абсолютно. Вот такие вопросы вы говорите. То есть, и дерево, и я уверен, что и водопроводы в районах до сих пор, дороги, да, просят, скорее всего. А просят ли личное что-то у депутатов? Вы знаете, да, конечно, просят. Да, есть у нас, которые просят, которые просят как благотворительность, помочь деньгами, помочь продуктами. Но кроме того, что я депутат, я еще председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана по Павлодарской области, и у нас есть такой принцип, то есть исключить иждивенчество. То есть, если ко мне обратился человек, конечно, мы поможем, но не деньгами. То есть, обязательно мы оттестируем, в чем нуждается этот человек, есть эта потребность, и тогда мы будем помогать. То есть, обратилась многодетная мама, мы в первую очередь дадим продукты, дадим одежду, вот так, и предложим ей, предложим ей устроиться на работу, предложим ей приобрести новую профессию. В школе у нас есть школа политического лидерства, где наши члены ДЖК могут дать, обучить профессии молодых мамочек. И, в принципе, после того, как мамочки получили профессию, мы их устраиваем. То есть, вот такие у нас цели. Не просто дать, а научить общество, что все нужно зарабатывать, и ко всему нужно бережно относиться. Просто так, знаете как, когда тебе что-то просто так дают, ты даже не ценишь. А когда тебе нужно за это какие-то мелкие усилия сделать, человек все равно более бережно к этому относится. Вот такая позиция в ассоциации деловых женщин по Павлодарской области, но, я думаю, по республике тоже. Да, да, это общий проект республиканский. То есть, на самом деле, да, для того, чтобы вы оказался человек, я, как понимаю, в сложной жизненной ситуации, разово, пожалуйста, помогаю. Но при этом второй шаг, это уже сама. Да, я правильно воспринимаю? Да, да, мы курируем. Вот мы курируем. Мы обучали поваров, мы обучали кондитеров, парикмахеров, визажистов. В детском центре у нас был педагог, мама многодетная, и она говорит, я хочу открыть детский центр. Мне нужно помочь. Мы ее обучили, и сегодня она открыла, она уже предприниматель, понимаете, она предприниматель, она открыла свой обучающий детский центр. А была? А была безработная, и пришла к нам с протянутой рукой, помогите мне, пожалуйста. И есть такие примеры не единичные? Нет, не единичные. Такие многие примеры, я, конечно, фамилии не могу озвучить, но таких очень много примеров. Из кризисного центра пришла к нам девочка с тремя детьми. Мы ее обучили искусству макияжа, она теперь работает визажистом, в одном из элитных бьюти-салоней города Павлодара. Поэтому я думаю, что если человек перед собой какие-то цели ставит, то он обязательно их достигнет. Ну и отлично. Работа, какие задачи сегодня решает депутатский корпус? Не будем уже останавливаться конкретно на аграрной комиссии, потому что вы, по большому счету, единый организм. Сегодня депутаты не привязаны там к Экибастузу, к Ак-Тогаю, к любому другому. К депутатам можно, насколько я понимаю, обратиться вот к вам, к примеру, хоть с города Павлодара, хоть с Аксу, хоть с самого отдаленного района. Так вот, чем заняты, какие в этом году, и год уже заканчивается практически, перспективы? Вы знаете, перед депутатом стоят очень многие вопросы, и они разного характера. То есть, есть ли вода в регионе, пастбище, вот очень много населенных пунктов, жалуются вокруг населенного пункта, нету пастбище для скота, ценовая политика продуктов питания, питания, отопления, не хватает дороги сегодня. Дороги, дороги, да. Но мы видим, что сегодня это первый вопрос, инфраструктура, и на этом очень большой акцент делает глава региона. Конечно, над этим много. Но когда мы едем в регион, мы видим, что все-таки там нету дорог, нету дорог, нету интернета, то есть, школы, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы дети оставались в регионах, оставались в деревнях, но там для них нету условий. То есть, и с обращением они обращаются к депутатам, им помочь там создать общежитие, купить компьютеры, создать какие-то классы, какие-то курсы онлайн. То есть, вы знаете, депутат, наверное, это СУЗ депутат и звучит голос народа. Вот я так скажу. Потому что люди говорят, когда я зимой ездила по региону, и мы обсуждали все вопросы, и мне говорят, а у нас вот фельдшерский пункт, у нас воды нету, мы топим снег и пользуемся этим. И, в принципе, для меня это было очень больно слышать, что сейчас, когда мы уже даже настолько перешагнули IT-технологии, мы можем хвастаться всем, а элементарно воды нету. И люди говорят, мы хотим здесь работать, мы хотим здесь жить, но нам нужен фельдшер, нам нужен доктор, нам нужен учитель, и нам нужны условия. И над этим работает депутатский корпус. Это и есть работа депутата. Ну, и механизм работы депутатов. Услышали вы чаяния народа, депутатский запрос в профильное ведомство, если вода это соответствует? Обязательно, в жилищно-коммунальное хозяйство мы пишем. Депутатский запрос, это самый важный документ, который мы можем апеллировать. А как сделать так, чтобы он никуда не потерялся? Курируете? Обязательно, у каждого депутатский вопрос делается на фирменном бланке, имеет свой индивидуальный номер, его курирует маслехат, и там тоже есть сроки, на которых мы должны обратить внимание. Ну, смотрите, да? Да. Пусть даже и отрицательные, что в этом году не предусмотрено, но ответ должен быть. Да, да, ответ должен быть. Но бывает такое, что нету, мы опять повторно даем, требуем. Ну, это наша работа. Это ваша работа. Да, когда мне говорят, что, ой, депутаты, вот вы в начале программы сказали, что депутаты городского, областного, районного маслехата, их работа не оплачивается. Я хочу еще раз сказать, депутаты – это волонтеры. Вот вы же, народ же трепетно к волонтерам относится, а почему-то депутаты привыкли там оскорблять или говорить. Мы волонтеры, мы хотим сделать так, чтобы жизнь была легче, комфортнее, удобнее. И мы все это делаем, но мы об этом не кричим, мы просто мелкими, трудными шагами добиваемся истины. Вот так вот, да? И если пригласили в какой-то отдаленный, к примеру, район, я уж не буду тоже, как вот вы не называете имена и фамилия, ну, самый-самый, допустим, какой-нибудь аул, и вы выезжаете? Обязательно мы выезжаем, мы одеваемся соответственно для этого региона, мы слушаем проблемы региона. И, знаете, вот последний раз, когда я была в Успенском районе, в самом дальнем ауле, поднимали вопрос о ограждении кладбища, поднимали вопрос о том, что на кладбище не убирается, поднимали вопрос, что у детей нету постоянного интернета, поднимали вопрос воды, поднимали вопрос дороги, поднимали вопрос, что машины ездят, там же граница с Россией, и это им мешает, нужно немножко обходную дорогу делать. То есть вопросы разного характера. Вакцинации животных вопросов. То есть, в принципе, вопросы разного характера. Я не говорю, что мы ежесекундно на них должны ответить. Мы, конечно, их фиксируем, возвращаемся в регион, делаем депутатские запросы, что-то быстро решается, что-то долго. Это зависит, какой это проект. Но все вопросы, они все решаются. На контроле. На контроле. Вот, я как понял, вам хватает и хватит наперед. Да. И безусловно, сейчас мы, уважаемые зрители, интересный период переживаем, наше государство, выборная кампания, тоже очень много наказов, я думаю, будет со стороны населения, и мы следим за этим обязательно. Программа заканчивается, хотелось бы узнать, одно дело, в Маслехат, может поступить просьба, заявка, я не знаю, от жителя лично, как попасть на прием, именно вот, к примеру, к вам? Как узнать людям, куда идти? Я депутат от партии Аманат. У нас есть соцсети Аманат, где мы выставляем график приема госслужащих и каждого депутата в отдельности. Заранее, если у людей какие вопросы, нас распределяют, кто как может решить. В принципе, это очень просто, и все люди это знают. Всех ждем в партию Аманат с обращениями, телефоны есть на страничке партии Аманат в соцсетях. Но хочу сказать, что сейчас объявлен электоральный период. И на время выбора, то есть, ни госорганы, ни депутаты не будут проводить прием граждан. То есть, как мы выберем президента после окончания выборов, прием граждан возобновятся. То есть, на сегодняшний момент... Да, пока сейчас нету приема граждан. К сожалению. В будущем у нас по сокращенному внеочередные все-таки выборы идут, и месяц остается, по большому счету, уже скоро агитационный период наступит. А по большому счету, партия Аманат, кто не знает, потому что она смотрит и Павлодарская область, не только город Павлодар, это Кривенко 25А, общественная приемная, там, в принципе, можно контакты получить, получить, насколько я понимаю. Заканчивается время нашей беседы. Спасибо вам, Аурика Георгиевна, огромное, что были сегодня. Ну и последнее, еще раз говорю, сил терпения вам, потому что наказов, пожеланий, проблем населения, как я понимаю, достаточно. И персонально к вам они обращаются. И вы все это терпите, и у вас есть желание трудиться. Успехов вам, всего доброго. Спасибо. Ну, я тоже хотела бы к телезрителям обратиться. Всем пожелать здоровья, потому что мы перенесли очень сложный период, это пандемия, и стали больше обращать внимание на свое здоровье. Желаю всем мира, добра, счастья. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо еще раз большое. Спокойной вам ночи. До свидания. До свидания. На сегодня это все. С вами был Тимофей Голи. Встретимся в следующий четверг на телеканале Ирбис. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова